Получилось сегодня сделать трансляцию, молитву, аллилуйя, символ веры сейчас поется. Аллилуйя, слава тебе Господь. Символ веры поется уже почти два тысячелетия на нашей планете. Аллилуйя. С самого четвертого столетия продолжается поклонение и проразглашение этого исповедания веры, символа нашей веры христианской. Аллилуйя тебе Господь, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе Господь. Да, Боже, слава тебе Господь. Крещение единое, да, чаю воскресенья мертвых и жизни будущего века. И здесь в часовне святого Иосифа, откуда трансляция сейчас идет, вот получилась трансляция, слава Богу, благодарю Бога всемогущего. Записи, очень различные записи разных православных церквей, украинских, российских, белорусских, сербских, болгарских, греческих, очень разных православных церквей. Иерусалимский, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Вот эти записи мы включаем здесь на молитве, вот, и это создает такой очень прекрасный фон, вот, и настрой такой молитвенный. И я очень Богу благодарен за, вот, эту возможность здесь, вот, в этой часовне святого Иосифа проводить вот эту молитву. Благоставляю всех вас, дорогие братья и сестры, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит всех вас, пусть Господь утешит нуждающихся в этом утешении, всех вас исцелит, благоставит. Сегодня, пока ехал на эту молитву, вот, размышлял то, что в самый утренний час было прочитано из Евангелия от Иоанна, Евангелия от Иоанна. В этом Евангелии, да, много потрясающих слов, вот, именно, о животворяющих нас. И вот одно из самых таких животворных здесь слова Иисуса. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И это сказал Он о Духе Святом, как вот и было указано, именно о Духе Святом Алекс, шалом, слава Богу, благоставляю, шалом, Алекс. И всем привет огромный, кто подключается сейчас и на Ютубе, вот, и, ну, и потом записи будет смотреть, потому что записи все сохраняются. Слава Богу. И здесь молитва сегодняшняя, наша молитва о реформации, как православной церкви, так и вообще, ну, всего христианства, будем так говорить. Потому что я не отделяю православие от, ну, всего остального христианства. Потому что православие – это лишь одно из ветвей, как бы, мы веточки такие, знаете ли, вот в таком многоветвистом дереве Церкви Божьей, Царства Божьего. И действительно, сегодня христианство очень богато, вот, и множество разных ветвей. Хотя, к сожалению, на этом дереве множество и уже засыхающих ветвей, отломленных, и православие в целом наше, оно очень часто напоминает вот такие отломленные, надломленные ветви, знаете ли, засохшие, или полузасохшие, или засыхающие. Но у Господа есть, знаете ли, вот такое чудо для нас, чудо сверхъестественного такого воскресения, чудо обновления, чудо реформации, воскресения и жизни. Слова Иисуса Христа тоже записаны у того же вот евангелиста Иоанна, вот, только чуть дальше. То есть, читал из седьмой главы и на утренней молитве сегодня, вот, а из одиннадцатой главы, где говорится о воскрешении Лазаря праведного, то слава тебе Господь. В двадцать пятом стихе говорится, Иисус сказал ей, я воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет. А дальше еще говорится, в двадцать шестом, И всякие живущие и верующие гоня не умрет вовек. Веришь ли сему? Веришь ли этому? Дамы и господа, братья и сестры, действительно, величайшее чудо, это сам Господь Иисус Христос. Самое чудесное чудо всех чудес Божьих, это сам Спаситель наш Иисус Христос. И действительно, ни в коем другом нет спасения, как говорили первые ученики, первые апостолы, они утверждали это, провозглашали это, что нет ни в коем другом спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, братья и сестры, которым спасаемся, данные господа, возлюбленные во Христе. И действительно, реформация, это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому, возвращение к основанию, возвращение к самим основам вероучения нашего христианского, нашего христианского бытия, к личности самого Иисуса Христа, как Спасителя, как Господа нашего, слава Богу. И это очень важно отметить, потому что многие люди, особенно неверующие, считают, что реформация это что-то новое, доселе неслыханное, невиданное. На самом деле, это не так. На самом деле, в действительности, реформация это возвращение к основам. Реформация, восстановление, покаяние, исправление. Есть деформация, это деградация, уничтожение, да, деформация, а есть реформация, что есть, является действительно покаянием, восстановлением и исправлением. Слава Господу. Благоставляю всех вас в этот утренний час на молитве этой, здесь, в часовне святого Иосифа. Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, с того благодати человека любим, всегда, на неприсно, на веки веков. Аминь. И пусть благодать Господу нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Благоставляю всех вас, братья и сестры.